Россия, или как ее принято называть Раша, громадная территория. Но в то время, когда все российские телеканалы говорят только о событиях в Украине, простые россияне обб... Российская зима суровая, как и российская власть. Если она может что-либо запретить, она это обязательно сделает. И вот в Раше вступил в силу закон, согласно которому снежные горки, с которых съезжают дети, теперь вне закона. Горкам бой. Ростехнадзор объявил войну снежным горкам не по ГОСТу. Времена, когда зимой на главной площади города ставили огромную елку, зажигали огни и строили ледяные горки, ушли в небытие. Нет, елка и новогодний антураж остаются с нами, а вот ледяные горки объявлены вне закона. Это, скажем так, не прихоть, а требования сегодняшних надзорных органов. К большому сожалению, ледовые горки нам запрещают организовать, поскольку в соответствии с сегодняшним законодательством все должно быть сертифицировано. Теперь, если ледяная горка выше 40 сантиметров, это уже не просто горка, а аттракцион, который нужно делать с соблюдением ГОСТа, а после обязательно сертифицировать. ГОСТ самый строгий. В нем регламентированы не только материал, наклон, форма спуска и выката, но и даже позы, в которых можно кататься, только сидя лицом вперед или лежа головой назад. На горке запрещено находиться в очках и стоять вдоль выката. Сама конструкция должна проходить ежедневный техосмотр, а за катанием должен наблюдать администратор и вести журнал эксплуатации. Но главное, заливать горку можно только питьевой водой. И даже если выполнить все эти требования, не факт, что постройку разрешат ввести в эксплуатацию. Закон приняли еще в 2019-м, а в этом году он вступил в силу по полной. И понеслось. Точнее уже не понеслось. Папа с сыном приехали покататься с горок, а их уже снесли. Эти самодельные снежные аттракционы не подходили по ГОСТу, а значит представляли угрозу пользователям. Их построили жители ближайших домов. Уверяют, конструкции были надежными. Сформировали кучи, вырезали из этих кучи ступеньки. Они были широкие, основательные, не ломались. Сделали стартовую площадку, сделали хороший выкат. С одной стороны защищено лесопарком, тут меньше ветров. Тут на виду у всех жителей. Родители отпустили детей. Они видят, что происходит на горке. Это не скрыто от глаз. Есть видеокамеры, которые тоже показывают, что здесь если что-то вдруг случится. Поэтому отличное место было. Мы его потеряли. Детвора быстро нашла альтернативу ликвидированным горкам, только не совсем безопасную. Пока управляющие компании решили перестраховаться и снести горки для своей же безопасности, дети и их родители ищут другие места для зимних развлечений. Вот, например, крыша гаража. Чем не горка? Вот нам подсказала одна девочка, и мы ходим теперь сюда. Их, слава богу, что нашли. Однако власти быстро решили вопрос о том, как вернуть порядок в такую важную сферу жизни, как катание с горок. Решили выдавать им регистрационные номера. Платные, конечно. На горке теперь есть вот такой государственный регистрационный знак. Ну, как, собственно, и у автомобиля. И для его получения пришлось пройти самый настоящий техосмотр. И хотя это стоит немалых денег, штраф еще дороже. За нестандартную горку с юридических лиц, например, музеев, взыщут до 300 тысяч рублей. Для людей же ГОСТы ничего не изменили. Разницы между новым льдом из питьевой воды и старым из технической никто не заметил. А дальше по всей России стали появляться еще и платные горки. Такая уже появилась в Барнауле. Правда, катание на ней может обойтись в копейку. Мы сделали не горку платной, мы сделали платным прокат тюбингов. На чем-то же мы должны зарабатывать, правильно? Вот поэтому прокат тюбингов, он платный, а сама горка, соответственно, бесплатная. Тюбинг может быть свой, и тогда ты приходишь и катаешься на горке бесплатно, либо вы можете взять парки на прокат. А вот ледяные и деревянные горки выше 40 сантиметров по закону именуются детским игровым оборудованием. Оно должно быть зарегистрировано, что крайне сложно сделать самому, или изготовлено по ГОСТу специальными организациями. Конечно. Когда депутаты креативны, они всегда найдут, как пополнить бюджет. Зимой, например, можно продавать снег. Но ведь на самом деле депутаты заботятся о безопасности и здоровье. Ведь скорая помощь в Раше не такая скорая, как ледяная горка. Ой, Господи, 21 век, скорая. Вот так, не можем попасть в больницу. А это Бурятия. Столица региона Улан-Удэ славится огромным памятником Ленину, который весит 42 тонны и знаменитыми боевыми бурятами, которые массово вывозили из Украины стиральные машины. А недавно столицу Бурятии посетил помощник самого Путина. И не просто так, а чтобы проинспектировать местные уборные. Кажется, деревянные туалеты в центре столицы Бурятии не сильно шокировали помощника президента России Максима Орешкина и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Ведь главная цель их визита – работа над мастер-планом по обновлению Улан-Удэ, а в нем на месте сортиров и бараков – современные здания с комфортной средой вокруг. Высокие гости успели осмотреть город с высоты птичьего полета. С высоты птичьего помета оно, конечно, виднее. Однако эта зима, которая, как и прогнозировал «Газпром», стала невероятно холодной для Бурятии. Из угробы сокрушая Ходить в уличные уборные в минус 44 – удовольствие не для слабаков. Но это же Раша! Здесь находчивый народ знает, как и в сортир не выходить и обогреться заодно. Раньше бараты делали подстилку из навоза сухого. Называлось «Хохер-Хи». Сейчас это трудоемкий был, 21-й год. Сейчас подстилку делаем, если возможно, съесть из соломы. Если нет, то опилки есть сухие. Вот у меня целый КамАЗ опилок лежит. На всякий случай. Об опасностях сильных холодов говорят и сотрудники МЧС. В такую погоду возрастает риск числа бытовых пожаров и гибели людей. Синоптики советуют запастись терпением. В начале следующей недели ожидается небольшое потепление. А с потеплением придут весенние капели. И станет легче. Ведь издавна говорят местные старцы, что все можно уладить с помощью зонта. Ну вот так вот и ходим в туалет. Вот, пожалуйста, вот лежит все. Легко ли все уладить с помощью зонта? Да, наверное, да, если и погода в доме хорошая. А вот у жителей общежития на 40 лет октября уже неделю дождь идет прямо в туалете. Ну вот капает, вот там щель. Оттуда капает уже. Сперва в угол капает, сейчас по голову капает. А вот в Якутии с аномальным холодом от Газпрома борются при помощи Наташ. Много о них, вот, повсеместно. Везде. Трубы торчат, низ затянут. Все как надо. С якутскими Наташами автовладелец Александр знаком уже 7 лет. Так ласково в народе прозвали изобретение местных умельцев. Переносной гараж. Эта многослойная накидка на автомобиль работает по принципу термоса. Сохраняет тепло и в моторе, и в салоне. Тепло, конечно же, уходит. Конечно же, остывает. То есть ничего не спасет от 50-градусных морозов. Да, 30-градусных не спасет. Но это происходит медленно. Безусловно. Обеспечить гаражами государство не может. Территория, видимо, не позволяет. Но это Раша. И тут на помощь всегда сможет прийти выдумка. Голь на нее хитра. А это Самара. Город на Поволжье, который славится тем, что именно здесь находится бункер. Нет, не Путина, а Сталина. Здесь настолько суровый народ, что обозлившись на Макрона и на всю Францию, самарцы решили мстить. И для этого установили в городе копию Эйфелевой башни, чтобы помпезно снести ее к чертям собачьим. Теперь будут знать эти французы, как вот это вот все. Как известно, проблем в Раше только две. Дураки и дороги. Но если первые в основном обладают неприкосновенностью, то вот дороги становятся все лучше и лучше. Но в бюджете на 2023 затраты на ремонт дорог в России упали на доисторический уровень. Видимо, ситуация будет только улучшаться. Отрицательно, конечно, но все же. И также касаемо дороги. Проспект Беда-34 во дворе дорога выебана. Да, выебана. Когда будет ремонт? Ну, дворовые территории. Здесь только шанс, наверное, один. Проголосовать в рамках городской комфортной среды. Вот то, что дворы ремонтируются. Наша традиционная рубрика «Рум-тур». О том, как живут простые граждане великого государства, показывает первый государственный канал этого самого государства. Достаток по-русски он такой. А вот в Нижнекамске все куда хуже. Местный житель оказался не настолько зажиточным, однако не менее запасливым. Парень попался на том, что воровал семечки прямо из кормушки, у синичек. Камера зафиксировала, как молодой житель Нижнекамска зачем-то подворовывал еду у птиц. Насколько его за это могут посадить, пока не ясно. Но птицы возмущены. А мы продолжаем криминальную хронику Раши. Сегодня в СМИ появились подробности смерти двухлетнего мальчика в Новокузнецке. Напомню, его тело в четверг вечером нашел в снегу отец. По данным интернет-изданий, родители отдали ребенка, бабушки с дедушкой, тело устроили застолье. Малыш мешал взрослым. Сначала его пытали задушить, потом засунули в печку, а после выкинули на улицу. Возбуждено уголовное дело. Тут, как говорится, без комментариев. А это Челябинск. Город, название которого переводится с турецкого как «одаренный богом». И, видимо, чтобы быть ближе к богу, местные жители решили скрасить семейный досуг на городском колесе обозрения. Но что-то пошло не так. Уже полчаса сидим в колесе обозрения на самой мегатуре. И никто нам не отвечает по телефону. Мегаполиса никто, никакие сотрудники. Всем с месяцом сидим здесь. Какой-то ужас просто. Добрый день. А вот звонили, сидим на колесе обозрения. Вот полчаса, наверное, вот самая большая твоя. С мегаполиса, с администрацией никто не отвечает, никто не позвонит. Не хнычьте, граждане. Как известно, в Раше своих не бросают. Вы же развлекаться пришли, вот и развлекайтесь. Вот в Бийске, например, лунопарк еще интереснее. И ничего, никто не жалуется, веселятся люди. Что спасет Рашу? Вероятно, только чудо. Ну или, возможно, бесконтактный массаж мозга. Переворачиваем, крутанули. Пошел водоворот. Инновационная турбулентно-жидкостная установка «Оживитель воды», состоящая из двух пластмассовых пробок. Цена 500 рублей. Первый водоворот в правую сторону мы прокрутили, второй водоворот в левую сторону мы прокрутили. Стирается вся информация, которая записана на воде. Ныне любой поклонник альтернативных наук знает, что у воды есть память, что каменная соль, рассыпанная по карманам, притягивает удачу, а бумажка с магическим кодом, приклеенная на мобильник, спасает от радиации. На телефон вот эта маленькая марочка, это полторы тысячи. Любое больное место приложили, и все у вас уже прошло. Какие вы молодцы! Еще одно замечательное ноу-хау – стеклянный стержень для бесконтактного массажа мозга. Это Раша. Страна, которая пытается напугать мир своим русским миром. Однако вместо пугать, получается только смешить. Счастья вам! Здоровья! Что было все тип-топ! Я такая жа**а! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова